Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вновь в эфире передача «Просто о вере», я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз мы начали разговор на тему этикета, на тему приличия в поведении в обществе. И оттолкнулись мы от фразы одного зарубежного богослова Честертона, которого, может быть, вы в большей степени знаете как автора детективных историй, который говорил, что прежде чем назваться христианином, тебе нужно стать приличным человеком. Надо сказать, в Древней Церкви именно над этим труздились первые катехизаторы. Помимо того, что они научали в вере, они еще учили язычников, у которых были свои представления о приличиях и правилах. Учили приличием, что вот, например, неприлично то-то и то-то и то-то в отношениях других людей. Основываясь, конечно же, на евангельской заповеди о любви к ближнему, твоя любовь к ближнему должна реализовывать себя в бытовом уровне. Мы сейчас очень часто наблюдаем печальную картину, когда декларируется в церкви одно, кричим на всех углах о том, что нужно любить ближнего своего. С другой стороны, когда тебе Господь посылает практику конкретного, настоящего, живого человека, почему-то с ним у тебя коммуникация не получается, не выстраивается. Именно в отношении конкретного человека заповедь почему-то не работает. Как же возлюбить ближнего? Этикет, помощник в этом отношении. Как обрести приличное, приятное во всех отношениях лицо? Мы говорим с тренером по этикету Светланой Тарашаевой. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, отец Светлана. В прошлый раз мы поговорили обобщенно. Зачем этикет, история этикета. Понятно, что в рамках 30-минутной встречи мы не погружались в эту тему слишком глубоко. Но и, в общем-то, и у нас не стоит такой задачи. Моя задача, чтобы к вам, максимум зрителей, после наших встреч пришли и научились, и погрузились в эту тему глубоко. Но давайте мы сегодня вторую встречу договорились посвятить именно этикету неповедения за столом, неповедения, может быть, в каких-нибудь там, не знаю, фуршетных, банкетных, официальных, деловых встречах. Потому что, ну, как правило, это некая исключительность в этом присутствует. Не всегда нас зовут на дорогие какие-то приемы к губернатору, к мэру, к митрополиту, где нужно знать, как себя вести. Но, тем не менее, едим мы каждый день. Да. Вот. Ну, хорошо, то есть мы этот аспект, может быть, его затронем и коснемся. Но хотелось бы сегодня в первую очередь вот коснуться вопросов, которые, условно говоря, ближе к телу. Все мы, так, в той или иной степени входим в общество, да. То есть мне в данном случае ближе говорить, например, о церковном обществе, да. То есть вот воскресный день. И вот люди собираются на литургию, и люди приходят разные, люди приходят со своими тараканами в голове, люди приходят со своими представлениями об этикете. Особенно, если это приход живой, и после литургии общение продолжается, то есть, опять же, спускается на ту же трапезу, вот, и там продолжается какое-то неформальное, внебогослужебное живое общение, очень важно, ну, вот эти какие-то азы, минимальные азы вот этого уважительного отношения к другому просто знать. Плюс, ко всему прочему, может быть, нас смотрят те люди, которые мнутся на церковном пороге. И мнутся они именно потому, что церковное сообщество на данный момент, как правило, непроницаемо. То есть оно очень тяжело в себя впускает нового человека. Ты еще должен каким-то образом доказать, обосновать свое право здесь находиться, и вообще спуститься с нами за один стол. Чаще всего такая печальная тенденция присутствует. И в том числе человек может мяться на церковном пороге, потому что он сам не знает, как туда войти, и не знает не потому, что какие свечки куда втыкать, а как вообще начать этот самый диалог. Как войти в незнакомое для тебя сообщество и произвести вот то самое впечатление. А я бы вот здесь очень... Может быть, если я не прав, вы меня поправите. Вот произвести впечатление у нас сейчас, ну, такая вот, мне кажется, искаженная установка, потому что произвести впечатление, ну, там, не знаю, какой-нибудь эпатажный певец, он тоже производит впечатление. Он педалирует тему запоминаемости. Сейчас вот я вскочу голыми ногами на стол, буду петь матные песни, и меня запомнят. И вот главное, чтобы запомнили. И это цель. Вот я произвел впечатление. Я же вот считаю, что произвести впечатление, это в первую очередь снять некую броню. То есть произвести впечатление, это показать свое человеческое лицо в ответ на то, что ты смог увидеть человеческие лица вокруг. Давайте начнем с коммуникации вот в таком сообществе, незнакомом. И хотелось бы сегодня больше таких практических советов. С чего начинается коммуникация? Вот она начинается со встречи, да? Встретились два, допустим, незнакомых или знакомых человека. Как себя правильно при начальных этапах встречи вести? Вообще хорошо, прежде чем куда-то пойти, разобраться, куда я иду, что там принято, какие правила там установлены. Опять-таки здравый смысл. Мы уже сказали, что в большинстве вопросов этикета здравый смысл решает. То есть разобраться, что за вечеринка, что за мероприятие, какие там люди будут, какие разговоры, скорее всего, будут. Почитать, может быть, последние новости. Если я иду в храм, то есть даже такое направление, православный этикет. И Иван Сергеевич Артишевский тоже давал на своем курсе как раз-таки основу православного этикета. Когда просто рассказывал, что, зачем следует, как войти, кому руку поцеловать, как разобраться, куда, где свечки и так далее. То есть все это для мирского человека, который, например, может быть, даже другой религии, но хочет прийти в храм, посмотреть, познакомиться, что делать, чтобы не оскорбить другую культуру, чужую религию. И в этом действительно важно разбираться. А уж если человек носит крестик, то в этом разбираться нужно особенно. А если мы говорим про светские мероприятия, и мы все на них ходим, то здесь тоже вопрос у меня остается в том, что действительно нужно разбираться в том, как себя на таких мероприятиях вести. Как быть, как мы уже говорили на прошлой программе, уместным, как быть понятным, и о чем, собственно, можно поговорить, о чем нельзя поговорить. Могу ли я подойти, например, и познакомиться сейчас с этим человеком, или я не могу? Или кто-то должен меня, например, познакомить? Если это какая-то общая встреча, я не всех знаю, например. Если я опоздал, могу ли я подойти, например, и поздравлять при всех, если мероприятие уже идет, или мне нужно тихонечко пройти и занять свое место? Да, тоже вопрос. Этикет это все регулирует. И как мы уже сказали и решили, что с этикетом жизнь становится проще. У меня не возникает миллион вопросов, а как поступить здесь, а как поступить тут, а как я должен поступить в такой-то ситуации? Я не трачу на это энергию. Этикет это то, что экономит нашу энергию, потому что мы не задаемся вот этих миллион вопросов. К вопросу, как же все-таки познакомиться? Познакомиться или поприветствовать друг друга? Поприветствовать. Поприветствовать, да. Вроде бы вот здесь все просто, казалось бы, да, все мы знаем приветственные слова, но это именно та область, в которой совершается наибольшее количество ошибок. О, как я попал-то с вопросом. Поэтому вы попали прям четко в эту тему. Самые такие большие костыли, на которые наступают наши соотечественники в приветствии, это слово «здрасть». Это слово, которое настолько проникло уже просто в речь и в культуру, да, речь – это часть культуры нашего общества, что мы уже выметаем, выметаем и не знаем, когда выметим. Хотя и пишем очень много с моими коллегами на эту тему. Такого слова не существует. Почему оно возникло? То есть вот мы тоже думаем над психологией возникновения этого слова. Есть красивое слово «здравствуйте». Это уважение к языку, во-первых, на котором мы разговариваем. Это уважение к человеку, которого я приветствую. Что такое «здрасть» или «сть»? Кто-то там сокращает до максимума. Скорее всего, это какая-то попытка быть чуть ближе к другому. Да, ну то есть как бы кажется, что «здравствуйте» слишком, может быть, такое… Официозное. Слишком официозное, да. На самом деле это какое-то искаженное какое-то мнение. «Здравствуйте» – красивое слово – это красивое, адекватное приветствие. «Здрасте» – во-первых, такого слова нет. А во-вторых, мы становимся не ближе, когда мы его говорим, а мы становимся ниже, да, в плане своей культуры в первую очередь. И то, о чем мы говорили в первую программу, да, если мы все-таки ставим задачу «расти», то и речь свою мы тоже будем исправлять. Поэтому «здравствуйте» используем. Всегда это самое универсальное приветствие. Ну и «добрый день», «добрый вечер», «доброе утро» в зависимости от ситуации мы тоже можем использовать. А вот в плане жестов, в плане действий. Вот я… Мы же только лишь на, по-моему, 30% сообщаем некую информацию вербально. Все остальное мы сообщаем через жест, через мимику, через наклон головы, через сокращение дистанции. Вот здесь какие правила существуют, которые вот, ну, прям 100% не стоит нарушать, чтобы, опять же, тебя захотели и слушать, и с тобой захотели продолжить разговор? Есть социальная граница определенная, есть интимная граница для наших близких, родных, и есть социальная – это полтора метра. То есть мы стараемся ее держать и за эту границу не заступать, если отношения не сближаются, да, если мы не подружились с человеком. Поэтому здесь стараемся всегда эту границу чувствовать. Полтора метра. Ну, как правило, это вот как раз если мы пожимаем руки друг к другу, то есть это вот вытянутые руки. То есть от локтя до кончиков пальцев. А что может вот в качестве ошибки быть в данном случае, помимо нарушения дистанции вот все-таки? В приветствии может быть не соблюдено. Что оскорбляет Светлану, когда к ней подходит? Меня оскорбить сложно, потому что эти люди, которые проверяют меня на прочность, они могут специально класть телефон на обеденный стол, то есть совершать какие-то такие вот вещи, которые знают, что я могу отреагировать, вот, и я уже натренирована. Меня не оскорбишь, но тем более есть главное правило по этикету, которое звучит как «не замечай оплошности другого человека». Поэтому сколько бы мы не изучали этикет, в первую очередь ракурс на себя. Так как всегда есть вот этот соблазн, когда мы что-то изучаем, увидеть это в другом, сказать «а вот ты неправильно ложку кладешь» и так далее. Поэтому всегда акцент на себя, ракурс на себя. В приветствии какие могут быть ошибки? Ну, первое, во-первых, мы смотрим человеку в глаза. Часто мы здороваемся на бегу, на лету, куда-то пробежал, что-то там, это, пока, до свидания, все. Есть такое африканское племя, племя Зулусы. И приветствуя друг друга в этом племени, люди используют одну фразу. Они говорят «я вижу тебя». Это настолько глубоко и точно, да, дать понять человеку, что вот я сейчас с тобой, я не просто пробежал мимо, а я остановился, я тебя вижу, я готов тебя выслушать, если тебе есть там что сказать. Да, если мы будем развивать эту тему уже, переводя на наш язык. Увидеть человека при встрече, вот это, наверное, самое важное. Ну, а дальше к правилам по этикету. Да, в этом смысле вспоминается и другая история из Потерека. Я, может быть, ее даже где-то в наших передачах здесь приводил. Когда ссорятся два монаха из-за какой-то догматической истории. Вот у них уже прям переходит на ультразвук диалог. Они начинают уже кричать друг на друга, что-то доказывая. И мимо них идет старец, которого они просят их рассудить. И он их сажает спинами друг к другу. И говорит «прав из вас тот, кто помнит какого цвета глаза его оппонента». То есть, действительно, в какой-то горячке, в стремлении научить. Это очень часто мы, мне кажется, наблюдаем в внутрицерковной среде. Когда особенно приходит некий новичок. Те, которые тут уже стоят, условно говоря, с батюшкой на «ты», они почему-то считают прямо необходимым и вполне возможным сейчас этого новичка взять на поруки и всему его начать обучать. Хотя он еще ничего не просил, не спрашивал. И вот это вот, опять же, сокращение дистанции, оно может же быть не только физическая дистанция. То есть, это же есть еще и некая психологическая дистанция, когда нужно бережно вообще поинтересоваться. Твоя помощь сейчас уместна или нет? Ну вот. А когда даже этот вопрос не спрашивается, человек вообще, в принципе, рассматривается как объект. И вот это, мне кажется, главное нарушение того самого этикета общения, когда ты разговариваешь не с субъектом, не субъект субъектное у вас общение, а именно субъект объектное. Когда вот вошел новичок, и он объект твоего сейчас вот обучения. Сейчас я его всему научу, как себя вести в церковь, как родину любить, как с батюшкой здороваться. Абсолютно, мне кажется, неуважительное отношение. И если уж говорить о нарушении этикета, то оно, мне кажется, здесь махровым, таким цветом буйным цветет. Хорошо. Ну вот времени не так уж у нас и много. Хочется максимум полновесно разобраться в теме. Начался диалог, начался разговор. Как выстраивается диалог? Опять с позиции ошибки. Давайте мы сегодня поговорим об этикете апофатично. Да, так обычно я говорю. То есть что будет то, что будет такой ошибкой, которая, к сожалению, повлияет на дальнейшую коммуникацию и разговор. Есть такое понимание в этикете свой-чужой. Ну так же, как вот и в храме вы сейчас написали, зашел человек, сразу чужой. Зашел человек, видно, свой, к иконе там подошел, приложился и так далее. И в этикете в светском обществе тоже есть такое понимание свой-чужой, когда по некоторым маркерам тоже считывается, например, к какому обществу принадлежит человек. Готов ли он сейчас войти вот в данную компанию или не готов войти в данную компанию. И в первую очередь исходит это из вектора уважения. На любом уровне коммуникаций. Мы уже сказали, что решает здравый смысл в светской ситуации, да, в этикете в том числе. Но есть определенный набор знаний, которые, правила, рекомендации, которые нужно проявить. То есть иногда действительно нужно проявить знание. Да, не просто опираться на свою воспитанность, на свою, может быть, глубокую интеллигентность. Знание тоже имеет значение. Вектор уважения у нас строится простым образом в нашем обществе. Если мы говорим про светскую ситуацию, а чем светская отличается от деловой? Сразу разберем, потому что я знаю, что некоторые путают вот эти понятия. Ну, деловой это, условно говоря, некий... Я думаю, что по цели встречи. Деловая встреча предполагает, что мы сейчас договариваемся о некотором деле. И нам нужно, условно говоря, с вами достичь цели, когда ваши интересы, мои интересы будут уважаемы. И мы начнем некое общее дело с этого взаимного уважения. И дело действительно начнет строиться, спориться, оно... То есть мы договариваемся о деле. Светская встреча, светская беседа, мне кажется, это просто встреча светских людей. Поводом здесь может быть просто свободное времяпрепровождение. Встреча, разговор, диалог, какое-то досуговое время, в котором... Ну, просим, все, что не относится к деловому... Все становится светским. Все становится светским, да. Все, что деловое, вы, верно, сказали, это в рабочих рамках. Если не рабочие рамки, не общение с партнерами, даже если мы встречаемся в ресторане с деловым партнером, это деловые рамки. Если любая другая тема, корпоратив, это уже светские рамки. В светском этикете действует свой вектор уважения. Если у нас старший и младший, кто будет иметь приоритет? Старший. Старший. В приветствии, кто устным первый поздоровается? Младший. Младший устный. Кто имеет право руку протянуть первой? Старший. Только старший. То есть, например, сын не может протянуть руку друзьям своего папы, да, что часто можно наблюдать. То есть он не может... Что такое рукопожатие? В физическом плане. Это сокращение дистанции. Буду помогать, чтобы быстрее было. Да, да, да. Это сокращение дистанции. И младший не может решить, да, сократить им эту дистанцию сейчас или не сократить. Соответственно, инициатива должна исходить от старшего. А если мужчина-женщина, кто будет иметь приоритет в данном контексте, в данной паре? Я думаю, женщина. Конечно, да. В нашем обществе еще женщина. Мы не так активно боремся за свои права, как европейские женщины. Поэтому женщина, да. А, соответственно, устным кто первый поздоровается, если захочет проявить уважение? Мужчина. Мужчина. Руку протянуть имеет право? Женщина. Да, только женщина. Мужчина в светской ситуации не может сократить эту дистанцию и эту вообще инициативу проявить в нормальном случае. В деловой ситуации будет вектор этот немножечко меняться. Там потому что приоритет кто имеет? Тот, кто авторитетней, успешней и тот, кто по статусу. Да, кто начальник, директор, тот, кто выше по статусу, тот будет иметь приоритет. И тут уже не играет гендер роль, не играет возраст роль. То есть независимо от того, что если, например, сотрудник, которому 60 лет, и молодой начальник, которому 30 лет, начальник всегда будет выше по статусу. Соответственно, он только имеет первым право протянуть руку, а устным поздороваться обязаны все сотрудники. Но начальник, который старше, может проявить уважение к возрасту и поздороваться, например, первым. Зная, например, что человек работает в этой компании уже 60 лет, отдал ей всю жизнь, и он может, исходя из этого, уже как-то менять вот эти моменты, вот эти вещи, регулировать. То есть, опять-таки, это не уголовный кодекс. Рекомендации по этикету – это всего лишь рекомендации. Но они так или иначе обозначают или показывают наш статус, наше умение себя вести, наше умение коммуницировать с другим человеком. Какую-то нашу готовность вообще может быть к какой-то новой ступени в своей жизни. Светлана, а вот, допустим, коммуникация не заладилась. И, допустим, возник некоторый конфликт. Не знаю, сталкивались ли вы, наверняка, как все мы сталкиваемся, сталкиваемся с каким-то неуважительным отношением в наш адрес. Давайте дадим какие-то лайфхаки, когда ты сохраняешь свое лицо, вот эту вертикаль выстроенности, ты сохраняешь, не утрачиваешь. Но и при этом ты человеку даешь понять, что то, как он себя ведет, или то, как он говорит, и что он говорит, тебя задевает. Вот есть какая-то рекомендация при поведении конфликта, в конфликте? Да, конфликтология – это огромный раздел, о котором тоже можно отдельную передачу делать, как решать конфликты, как реагировать. Но есть несколько таких этикетных рекомендаций, которые мы используем. Самое, наверное, простое – это правило, ну, даже не правило, а как напоминание о том, что вежливость – это лучшее оружие с хамством. То есть если мы понимаем, что это какое-то откровенное хамство, потому что по-разному бывает. Бывает, что человек просто пошутил, а нас задело. Это одна ситуация. Бывает, что кто-то целенаправленно в данный момент решил как-то вот нас… Мы это чувствуем, мы это видим. Вежливость – самое лучшее оружие с хамством, и это работает на 100%. Это проверено на моем опыте, на опыте моих студентов. Когда мы не включаемся эмоционально в эту игру негативную, конфликт рассеивается. А как этому научиться? Не включаться эмоционально. Попробуйте, где это бывает? В общественных местах. Это касается тех случаев, когда у нас нету тесной связи с этим человеком. Вот давайте, опять же, смоделируем тему прихода. Вот пришел впервые человек в храм. Сейчас это, конечно, все реже и реже видишь. И вот бабулька какая-нибудь не очень вежливая, тебя прям… Куда? По помы этому? Там вот все начинается. Как себя повести так, чтобы тебе не хлопнуть дверью храмовой и не выйти вообще окончательно бесповоротно из церкви, но и в то же время тебе остаться там с некоторым лицом, а не то, что ты здесь какой-то мальчик или девочка для битья? Ага. Ну, мы будем переходить немножко на другие, наверное, понятия, потому что на самом деле этикет я тоже связываю с психологией и с нашим душевным состоянием. Все имеет взаимосвязь в этом мире. И если мы реагируем, как-то, да, включается наше эго. Да что это я тут, значит, не туда вошла? Что я, что хуже других и так далее, да? То есть, значит, это наше зеркало, да? Это бабулечка, она наше зеркало, она нам показывает, что нас в этом мире еще задевает. Лучше всего работает самоирония. Вежливость и самоирония. Сказать, ой, простите, всегда такая там растяпа была, как всегда вот там натопала. Вот лучше всего работает. И бабулечка уже не будет кричать, да? Потому что, как правило, агрессия, она ждет агрессию в ответ. Если мы реагируем вежливо, то агрессия рассеивается. И самоирония, это прекрасный инструмент. Я, можно, приведу пример по опыту своей коллеги. Она ведет очень активно социальные сети в Инстаграм. И много фотографий разных выкладывает. Такая очень яркая барышня. И как-то выложила фотографию, ну, не очень удачную. Ну, вот прям вот и бывает. И много было разных комментариев. Одна девушка пишет, ой, Мария, вы тут прям как будто вам лет 60. Неудачная фотография вам как будто бы тут лет 60, да? Ну, явный такой же наезд. Панч. Да, и Мария пишет, благодарю вас, на самом деле мне еще больше. То есть настолько с юмором, настолько легко и крыть нечем. И вот этому, конечно, нужно учиться. И получается, что еще важного мы можем почерпнуть об этикете, как у культурного явления, что это путь к некой внутренней свободе. Потому что так ответить может только свободный человек. Человек, который зависит от мнения других людей, от оценок других людей. Человек, который зависит от своего вот этого тщеславия, чтобы его хвалили, одобряли, поглаживали. За каждое его действие тут вот ему там, скажем, лепестками роз осыпали. Это же глобальнейшая несвобода. Когда ты можешь и поиронизировать над собой, и там где-то шуткануть, мне кажется, это высшее какое-то проявление свободного человека, расправленных вот этих вот плечей, этой осанки какой-то, выпрямленной, опять же, вертикально все, мы возвращаемся к этому образу. И это прекрасно. Мне кажется, что церковь и должна быть, если мы говорим про церковь, церковь и должна быть сообществом вот таких свободных людей. Потому что, опять же, в Евангелии мы читаем, что примите истину, и истина освободит вас. То есть, вот, по идее, расправит крылья и вытянет тебя вертикально. Хорошо. Продолжим тему коммуникации. Бывает так, что человек, ну, это мы, может быть, наблюдаем в большей степени в каких-нибудь песочницах, когда, ну, все мы родом из детства, да, мы учимся коммуницировать там, в песочнице. Вот некий ребенок очень хочет войти, но не знает как. Какую бы мы ему могли бы рекомендацию дать? Ну, человек, он пытается войти. Как ему... Он тянется, он уже снял эту броню, он уже пытается произвести впечатление. Как мне сойти на рельсы такого самоуничижения, когда я вот, ну, там, пожалуйста, ну, возьмите меня. Или бывает другая, да, когда человек себе назначает цену. То есть, причем она непомерно высока, вот. Как войти? С каким вопросом? Как, ну, может быть, какие-то есть шаблоны вербальные, формулировки какие-то, да, которые раз, обескураживают человека, собеседника, и сразу сокращается эта пресловутая дистанция? Какие вопросы у вас интересные всегда. Войти еще раз куда? Не совсем я вот поняла. Ну, вот, если, опять же, мы говорим про церковь, да, то есть, вот, вошел человек, ему надо начать разговор со священником, его привела не какая-то нужда, а именно стремление стать человеком церкви, человеком общины. Он хочет войти и остаться там, но он не знает, вот, какой-то вопрос надо задать, или как-то нужно что-то, вот, не знаю, там, поинтересоваться здоровьем священника, тоже как-то странно, да? То есть, мы впервые друг друга видим, я подойду и спрошу, как здоровье? Ну, неуместно. Поняла, именно про приход сейчас вопрос, про церковь. В этикете есть такое правило определенное, что в официальных кругах представить вас могут только третьи лица. То есть, подойти самому и познакомиться, например, на каком-то протокольном мероприятии, деловом мероприятии, это мавитон. Лучше попросить об этом, если мы хотим какой-то контакт установить, попросить об этом кого-то из своих знакомых. И в храме, вообще у нас духовенство, оно всегда имело и имеет более высокий приоритет перед светскими гражданами. И в храме уместно подойти к служащим храма и попросить представить, попросить подзнакомить. То есть, вот таким образом лучше подойти. Это будет уместно, это будет с уважением к статусу. Ясно. У нас совсем немного времени остается. Давайте попрощаемся, в смысле поговорим о ошибках при прощании. Нам хочется, чтобы наши встречи еще продолжались. Какие ошибки человек совершает на этом пути? Здрасте, при приветствии мы уже поняли. А вот проститься. Что может человек сделать не так, после чего все то, что было, перечеркивается до этого. Начну идти по-английски. А, то есть не простишься вообще никак. Да, это совсем будет такая грубая ошибка. На самом деле, просто проститься. Этого будет достаточно. И для этого существуют обычные формы словесные, вербальные. До свидания, всего доброго, до новых встреч. Если мы хотим оставить положительный какой-то заряд после ухода нашего, после прощания, то, соответственно, мы это делаем с улыбкой, мы это делаем с расправленными плечами, с наполнением таким хорошим. Каких-то особых речевых здесь формул, да, все зависит от ситуации. Смотря какую цель вы преследуете. Вот в данный момент. Вот потому что, например, в церкви я вижу, опять же, если мы говорим о богослужебном этикете, да, очень некрасиво поступают люди, когда, ну, меня, по крайней мере, это цепляет. Вот, например, священник произносит проповедь, и в ходе проповеди человек, например, берет и выходит. Есть ощущение, что это вот коммуникация конкретно с тобой, вот, не с толпой людей, которая стоит, а вот в том числе и с тобой я разговариваю, и ты поворачиваешься и уходишь. Вы прямо начинаете на больные точки надавливать, отец Сергей. Потому что это действительно такие моменты, которые требуют своего исправления, но вот в корне, да, в корне понимания, зачем я здесь сейчас нахожусь. Если у человека есть этот ответ, для чего я сейчас здесь, для чего священник сейчас вышел нам вон и что-то говорит, то он не будет выходить никогда, да, то есть если вот это нарушение, оно глубже, то просто этикет не поможет, да, как правило, стой и смотри, стой и свети, да, есть такое стихотворение, стой, смотри и слушай. Ну, хотя можно начать из правила, а там может подключиться, да, уже и какая-то обратная сторона. Спасибо огромное, дорогая Светлана. На сегодня время нашей передачи тоже подходит к концу. В следующий раз, дорогие друзья, мы с вами уже увидимся на Рождество. И на Рождество мы тоже приготовим для вас сюрприз, разговор об этикете, но каком и как это будет связано с праздником Рождества. Присоединяйтесь обязательно к нам. Храни всех вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,